Добрый день, уважаемые зрители! Добро пожаловать обратно в Terra Invicta за сопротивление. Так, мы постепенно начинаем двигаться в сторону объединения Северной Америки. Пока что у нас нету соответствующей технологии, но это наш план действий во всяком случае. Турм инопланетного объекта, провал, шанс 93, ролл 94. И мы потеряли видимость. Ошибись. Ну ладно, у тебя пока есть цели для атаки. Но надо будет здесь еще одну разведку провести. Начали мы строить космические базы, первую на Луне и станцию вокруг Земли. Исследовать действие пришельцев завершено. Мы получим небольшой бонус к нашим исследованиям в области ксенологии в будущем. Хорошо. Ну и планируем в дальнейшем развиваться на Марс и на другие космические тела. Так. Инициатива проваливает зачистку в Мексике. Уже в какой раз они проваливают ее? Только одну клетку, одну контрольную точку у них получилось взять, да? У нас очень большая поддержка здесь, это хорошо. Так. Наша контрольная точка в Карибских Штатах будет лучше защищена от вражеских интересов. Нет. Ее мы защищать не планируем. Так. Повышений никого нету. Фонд АРС нас не интересует. Дезир. Такую. Следующую точку. Так. Исследовать действие пришельцев мы больше не можем, да? Тебе бы надо спрятаться. Спрячься. Где ты есть на месте? И потом здесь же будешь делать расследование территории. Так. Ты уже спряталась. Можешь сделать расследование. Уже не надо никого защищать. Нет. Расследование вот здесь. Заодно проверим вот эти регионы. Так. Тебе... Тебе бы тоже не помешало спрятаться. Но нам еще надо здесь расследование провести. Или мы здесь уже проводили. Но лучше будет провести еще раз. Евангелист. И еще один неизвестный. О. Окей. 32, 43. Провести разведку в Беллине завершена. Так. Здесь вроде нету, нету. Здесь мы тоже ничего не нашли. И здесь ничего не то. Здесь есть. Окей. Надо бы еще на этом берегу провести. В Чили. Пу-пу-пу-пум. Уйти в тень. Миссия завершена. Хорошо. Это же Чили или это что? Нет, это Перу. Вот это Чили. Вот. В Аркипе можно провести. Или вот здесь. Чтобы это побережье затронуть. Матимальную скорость. Изучить советник успех, протекторат, политик. Повторить. Операция общественная кампания успех в Америке. Плюс 3%. Хорошо. Повторить и продолжить. Проект завершен. Лаборатория ксенологии. Отлично. Так. Дальше я планировал, планировал, планировал. В рынке прибытия. Еще не забыл. Доступен специальный проект расплавленной соленовой охладителя. Охладитель из расплавленной соли. Как-то масло масляное или масляное масло. Окей. Пускай будет так. Проект завершен. Дефолианты ксенофлоры. Отлично. Наши советники армии наносят 25% дополнительного урона ксеноформированию. Попытки пришельцев посадить ксеноформы в наших регионах получают штраф минус 2. Кстати, да, против ксеноформ мы можем отправлять армии подконтрольные нам. Тоже про это не стоит забывать. Хотя у них шанс справиться намного меньше. Мне кажется, я не уверен. Так. Транснациональная координация. Плюс 40 контрольных точек. Отлично. Это позволит нам взять следующую точку в Америке. Да. Штурм инопланетного объекта. Успех. Считаем, что уничтожили инвазивную флору и фауну. Очень хорошо. Бразилия. Регион как называется. Бразилия. Мне кажется, я его не видел в списке. Контрольная точка потеряна в Мексике. Великое человечество. Но хотя бы не слуги и не протектораты. Новые организации появились. И теперь, по идее, их должно было стать больше. Повышений нету. Организации доступных тоже нету. Дезир. Бразилия. Атаковать. Ты исследуй. Вот здесь. Дита. Ты тут пряталась. Теперь можешь провести... Бангладеш. Провести разведку. Подтвердить. 43, 34. Окей. Рекипа. Разведка готова. Так, так, так. Здесь все спокойно. Хорошо. Вроде бы здесь нет распространения. Дальше перепроверять Бразилию. Калькутта. Ресурсный регион. Ну, вроде я не вижу иконок. Ксенофлоры и ксенофауны. Хорошо. Надо будет еще раз Ростов перепроверить. Но в целом, вроде бы мы справляемся пока. Изучить советника успех. Повторить и продолжить. Надо узнать его лояльность. Верность. Операция общественная кампания успех. Повторить и продолжить. Абдул Кахир Газал. Сообщение о похищении инопланетянами в Бангладеше. Операция штурма инопланетного объекта успех. По нашим оценкам, мы сократили инопланетную флору и фауну в этом регионе на 46%. Но, вероятно, некоторые из них остались. Плохо. Это плохо. Так, мы построили солнечный коллектор на Луне. Для шахтерского этого здания нам нужно 56, по-моему, да? 56,8. 56,8. Так, ты. Изучить действия пришельцев в Бангладеше. Дезир. Такуй. Следующую точку. Бренда. Проверяй. Подтвердить. Так, повышений нету. Окей. Лука. 35,41. Ну, пока что введем, но это не факт, что будет долго. Так, здесь осталось. Тут нету. Окей. Уже меньше их становится. Это хорошо. Тук-тук-тук. Изучить советника провал. Дарить. Тук-тук. Давай-давай. Общественная компания успех. Плюс 2%. 73%. 73% это уже хорошо. Так что хватит. Советник сюда прибыл. Надо его проверить. Будет. Похищение инопланетян в Белине. Процесс штурма инопланетного объекта. Успех. Хорошо. Ты там долго изучаешь. Получим небольшой бонус к исследованиям в области ксенологии. Хорошо. Палестина завоевана. Армии Израиля завоевали Палестина, но они вновь могут возродиться. Интересно. Проект завершен. Рынки прибытия. Отлично. Так. И... Кто? Я вместо ксеноизучения... Ну да. Ксено исследований назначил транснациональную координацию. Так что это будет ксено исследование. Методы пришельцев. Позволяет фракции обнаруживать контакты пришельцев с людьми. Дешевая и полезная. Все как мы любим. Ууу. Я застолбил за собой две этих... Обе эти точки. Отлично. Так. Здесь я не успею в любом случае. Потому что не будем даже на это тратить время. Так. Повышения. Нету. Onyx Group. Плюс один к деньгам. Плюс 12 к исследованиям. Плюс пять процентов изучения энергетики. Саргас фонд. Минус деньги. Плюс образование. Нет. Это неплохо. Да. Бери. Все. Больше ничего интересного нету. Ту-ти-ти-тум. Так. Значит бренда. Ты у нас... Ты не можешь изучать советников. Так что изучай. Активность. Дита. Ты можешь изучать советников. Ты где? Здесь нам тоже нужно изучить место. Местность. Ты изучай местность здесь. Дизир. У тебя есть тольщики для атаки? Есть. Тогда атакуй. Так. Нет. Ты изучай. Ааа. Ты не можешь изучать. Ни местность, ни советников. Ааа. Хм. Единственные Арабские Эмираты мы можем себе взобрать. 703 миллиарда. Нет, сейчас мы этим заниматься не будем, но вообще мысль интересная. А переговоры... Нет, с этими ребятами мы точно переговариваться не будем. Так. Ну тогда повышай лояльность. Ты кого изучаешь? Подтвердить. Поехали. Водушевить успех. Повторить и продолжить. Провести разведку завершена. Так, ничего не нашли. Провести разведку завершена. Тоже ничего не нашли. Глобальное исследование завершено от Астра. Сопротивление в лесу наибольший вклад. С самых первых дней человечества мы восхищались тайной над нашими головами. С детским удивлением мы стремились понять ее. Но все же ее истины ускользали от нас. Итак, теперь мы должны идти вперед. Тайну. Директор Халид Аль-Ашгар. Проект Исход. В недатированном письме отцу. Ход технологического прогресса сам по себе не может преобразовать вид. Мы также должны радикально продвигать наши амбиции. Если человечество действовательно хочет вознестись, вся наша культура должна активно стремиться к будущему далеко за пределы земной атмосферы. Даже наши системы образования должны строиться вокруг этого. Учить наших детей не только истории космонавтики, но и ее безграничному будущему. Если наука и математика будут введены раньше, и будут часто подчеркиваться, человечество со временем больше не будет рассматривать космос как последний рубеж, а будет просто следующим из многих. Человечество будет просто следующим из многих? Или все-таки рубеж должен быть следующим из многих? Теперь можно исследовать следующие технологии орбитальные и населенный хаб. По-моему, нам еще нужно расширенное управление атомами. Да. Пять тысяч. Окей. Оп. Так. Так. отставать от нашего постоянно растущего голода, как по мощности, так и по информации. Основанный на традиционном материале BCS, купратах или более поздних феропниктидах, сверхпроводящий материал, к сожалению, может функционировать только при экстремально низких температурах. Внутренний потолок, который мы теперь должны разрушить. Изучая более эффективные методы и гораздо менее громоздкие методы охлаждения на основе азота, мы теперь можем создавать сверхпроводящие вещества, которые на несколько порядков более эффективны, чем нынешнее поколение, способные проводить действительно огромное количество энергии, почти без потерь, даже в среде комнатной температуры. В среде. Не в среде, а в среде. Учитывая постоянно растущую зависимость человека как от данных, так и от электроэнергии, такие прорывы следует считать абсолютно необходимостью для каждого общества. Теперь можно исследовать технологию ядерный синтез в космосе. Миссия на Венеру, на Юпитер. Но нам пока экран открывать. У нас нету внеземных шахт, и у нас нету ускорения. Достаточно, чтобы туда отправлять кого-то. Так, полный поиск, реактор, реактор, синтеза. Так, ядерный синтез в космосе и принципы электростатического вакуума. Вышает глобальный технологический уровень ядерного синтеза на 1, защищая мир от энергетических кризисов. 25 тысяч! Офигеть. И еще одна 25-тысячная технология. Давайте сначала принципы электростатического вакуума откроем. 25 тысяч. Всего 500. Давайте мы здесь пока отключим сюда. Эти 500 быстренько проведем, а потом сюда будем уже вкладываться. Обнаружено поселение пришельцев в кратере Гертруд Титания. Обнаружена станция пришельцев, находящаяся на орбите Титания. Проект завершен. Методы пришельцев. Обнаружив свидетельство многочисленных похищений домашнего скота за некоторое время до первого связанного с этим исчезновения людей, кажется, что инопланетяне не наблюдали за нами достаточно долго, чтобы понять биологические и социальные иерархии Земли. Короче говоря, они неуклонно продвигались вверх по пищевой цепочке. Анализируя закономерности недавних исчезновений, вид, местонахождение, чистоту, незаметность или отсутствие таковой, близость к поселениям, мы теперь можем нарисовать четкую картину своей методологии. Выполняет цель исследовать инопланетные методы. Позволяет фракции обнаруживать контакты пришельцев с людьми. Обновлен кодекс новой информации. Список миссий пришельцев похищения. Цель выполнена. Вы выполнили цель исследовать инопланетные методы. Самые ранние исчезновения были ограничены млекопитающими низшего порядка, ничем не примечательными, если бы не их частота. Первые подтвержденные похищения людей произошли в течение 14 дней после крушения. С тех пор их число неуклонно росло. Первоначальные жертвы были в основном из сельской местности и, по-видимому, были выбраны полуслучайно, и у них было мало общего, кроме их местонахождения. Однако вторая волна исчезновений включала непропорционально большое количество лиц с высоким социально-экономическим статусом. Начальников полиции, богатых землевладельцев бизнеса, местных законодателей и т.д. Схема предполагает, что инопланетянин прибыл на Землю с планом установления влияния и что он начал приспосабливать свою тактику сначала к нашей местной экологии, а затем к нашей социальной структуре. Это указывает на то, что нет никакой надежды на то, что намерения нашего посетителя будут мирными. Отныне мы должны действовать исходя из того, что мы находимся в состоянии войны. Поскольку новости об этих похищениях продолжают распространяться, другие, вероятно, придут к такому же выводу. Новая цель – расследовать возвращенных похищенных. У нас странные новости. Сначала всплыли один, а затем несколько пропавших людей. В то время как их семьи, естественно, испытывают облегчение, трудно понять, почему инопланетяне действуют таким образом. Зачем прилагать столько усилий, чтобы похищать человеческие жертвы, а затем просто освобождать их целыми и невредимыми. Пока мы не узнаем больше, я рекомендую отправить советников в регионы с подозрением на инопланетную активность и немедленно установить наблюдение за всеми вернувшимися похищенными. Если эти люди имеют какое-то отношение к плану инопланетян, нам нужно узнать больше. И быстро. Выполняйте миссии по наблюдению за местоположением в областях с подозрением на инопланетное присутствие. Отправляйте советников на миссии по расследованию инопланетной деятельности, когда обнаружите доказательства инопланетного влияния на население или лидеров. Пока что у нас больше ксенотехнологий нет, так что давайте откроем мобильную космическую научную станцию. Сообщение о похищениях в Бразилии. Мьянма. Операция штурма инопланетного объекта. Успех 78%, но вероятно некоторые из них остались. Это в Бразилии. Исследовать действия пришельцев. Миссия завершена. Кто ты? Кто ты? Кто ты? Надо тебя изыскать, исследовать. Альянс заканчивается в Синегамбе. Под управлением слуги и Канада прекратили сотрудничество. Я переживу. Так, ты... Ты кто? И где? Ты не можешь изучать людей, да? Можешь изучать активность в Бразилии. Ок. Изучай. Так, Дезир. Тебе пока некого атаковать. Проведи разведку. Исследуй. Нет, ты не туда улетел. Вот сюда. О, теперь правильно. Так. Повышение есть. Коммандос. О, неплохо, неплохо. Но это не тебе. Тебе вот это бы подошло. Но у нас... Франция. Франция у нас есть. Ганна, Биндия, Америка, Бангладеш, Россия, Ганна. Нету у нас Франции. Но есть Америка. Правительство у тебя есть. Первая группа сил специального назначения. У тебя уже есть пятая. Теперь давайте я добавим первую. Так. Миссии выданы. Подстрекать беспорядки. Стабилизировать нацию. Штурм инопланетного объекта. Ежемесячный доход. Минус два денег. Плюс три командования. Вернее, плюс три операции. Плюс один командование. Плюс два безопасность. Очень хорошо. Очень хорошо. 14, 17. Так. Повышений пока больше нету. Интересных компаний тоже пока нанять не можем. Помогу. 65%. Хорошо. Подтвердить. Поехали. Операция воодушевить успех. Ну давай еще разочек. Провести разведку миссия завершена. Ничего не обнаружено. А, нет. Вот здесь обнаружили. Ох. Проект завершен. Мобильная космическая научная лаборатория. Разрешает строительство следующих компонентов корабля. Мобильная космическая научная лаборатория. Научная группа присоединяется к экипажу, предоставляя 5% бонус к исследованиям в области космических наук и позволяя кораблю искать космические тела для подходящих базовых площадок с интерфейсных орбит. Пом-пом-пом-пом. Окей. Так. Ну давайте ракеты откроем. Вайпер. Рейсер. Реттлер. Риверджек. Геры. Побра. Инноконда. Минноголовый. Артемис. Торпедный отсек. Это не ракетный, это торпедный. Потому что тут есть отдельно торпеды, а есть ракеты. Ну давайте вот этот самый дорогой исследуем из имеющихся. Так. Здесь мы пока еще на первом месте. Окей. Продолжаем. Ну. Пойдете мы что? Найдем мы что-нибудь. Так. Нирбиг Гарпаде. Инициатива. Работает в качестве дипломата. У нас также есть подробный профиль советника. Наступный в разделе информации. По нашим оценкам показатель лояльности составляет 2. Торить. Возможно у нас получится его забербовать. Так. Отлично. Здесь мы зафиксировали свое лидирующее место. Теперь сосредоточимся на другой технологии. Системы деления с твердым ядром готовы. Академия внесла наибольший вклад и выбрала орбитальные в качестве нового направления глобальных исследований. Мы никогда не узнаем, мечтали ли Лиза Мейнтнер и Отто Хан, что их открытие ядерного деления однажды будет использовано для создания космических кораблей. Тем не менее, будем надеяться, что мы заставили бы их гордиться. Канцлер Ли Цинчао Академия. Основная речь на саммите Спейспорт. Когда в 1938 году было открыто деление ядер, мало кто мог поверить, что однажды мы будем использовать его, чтобы запустить человечество в бескрайние просторы космоса. И все же, основываясь на нашей фундаментальной работе по ядерному расщеплению в космосе, мы создали первое поколение ядерных систем с твердым сердечником для питания как хабов, так и космических кораблей. Используя твердое топливо из тяжелых радиоактивных материалов, таких как диоксид урана или оксид плутония, мы можем создать реактор, поддерживающий цепную реакцию даже в невесомости. Первая реакция деления активируется бомбардировкой твердого топлива медленными нейтронами, чтобы преодолеть связывающую ядерную силу, которая удерживает ядро атома вместе, высвобождая поток нейтронов и энергии, когда оно распадется. Эта высвобождаемая энергия уволавливается в виде тепла системами водяного охлаждения под давлением, разработанными для космоса. Окей. Это достижение позволит создать новые и более крупные места обитания за пределами земной орбиты, а двигатели космических кораблей станут более мощными, чем когда-либо прежде. Будущие ядерные системы, скорее всего, будут использовать расплавленное или газовое тепливо, что, по мнению наших исследователей, поставит нас в более равные условия с инопланетянами. Окей. Увеличивает глобальный технологический уровень ядерного деления на один, защищая мир от энергетических кризисов. Теперь можно исследовать следующие технологии системы деления расплавленного ядра. Следующие проекты могут быть разблокированы. Реактор деления твердого тепла тела и ядерные грузовые корабли. Ядерные грузовые корабли, кстати, по-моему, полезная технология. Проект, вернее. Похищение инопланетян вбеления. Работаем мы над этим, работаем. Доступен специальный проект, стейкхолдерская субверсия. Повышение плюс 2 к миссиям враждебного поглощения. Что? Исследовать действия пришельцев. Миссия завершена. Мы получим небольшой бонус к нашим исследованиям в области ксенологии. Ок. И еще одна миссия завершена. Контрольная точка потеряна в Швеции. Ну ладно, мы переживем. Революция в Бразилии. Оооо. Это очень хорошо. Потому что протекторат и слуги потеряли контроль над этими точками. Насильственная революция. 8,5. Интересно. Альянс заканчивается. Италия под управлением слуги. И Канада прекратили сотрудничество. И Италия, и Швеция. Окей. У тебя есть повышение. Окей. Вот это выглядит интересно. Плюс 19 исследований. Плюс 1 наука. Плюс 3 фонды. Плюс 4 развития космонавтики. Плюс 4 космодромы. Плюс 4 управления полетами. Плюс 2 изучение энергетики. Так. Расследование это не твое. Безопасность нужна всем. Дай мы тебе дадим администрирование. Доведем его до десяточки. Ты тогда сможешь взять фонд Хайда и Хильды. Миссии выданы советовать стабилизировать Нанцию. Контролировать Нанцию. Ежемесячный доход. Плюс 6 денег. Плюс 2 влияния. Плюс 2 убеждения. Плюс 1 расследование. Седьмая группа сил специального назначения США доступна. Так. Повышений больше нет. Компаний больше нет. Дезир. Тебе по-прежнему нечего... Как-то нечего атаковать. У нас недостаточно очков для проведения атаки. Нам нужно больше командования. Операции. Ну тогда изучай. Ты проведи переговоры с Нибриком Горпада. Инициатива. Посмотрим, что они скажут. Ты... Изучай советника. Ок. Воодушевить успех. Хорошо. Торговые переговоры начаты с инициатива. Председатель Сорен Ван Вик. Это не наше дело. Если вы хотите выбросить свои жизни на ветер. Какой интересный человек. Так. Я могу предложить свои ресурсы. А их ресурсы они мне не хотят. Организации, если у них есть портрет человека, то есть они назначены этому человеку, то меньше шансов, что они захотят ее продавать. Пакт о ненападении. Я готов дать тебе денег за это. Честная сделка. Щедрая сделка. Честная. 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 Щедрая. Мы ему даем 1900 денег. Подписываем пакт о ненападении и улучшаем отношения. Ок. Я связался для дипломатического обмена. ТДТ. Хорошо. Продолжить. Ну, на данном этапе у нас пока особо торговать нечем. У нас нет ресурсов. Но в дальнейшем мы сможем их обменивать. Мы улучшили наши знания о Мунип Джохане, евангелист, слуги. Повторить и продолжить. Так. Лояльность 5. Можно попробовать его перетащить на нашу сторону. Хотя мы только что подписали соглашение о ненападении. Ученые всего мира получили полное представление о принципах электростатического вакуума. Сопротивление внесло наибольший вклад и выберет новое направление. Чем меньше мы сжигаем, тем больше мы выживаем. И чем меньше мы зависим от сжигания наших природных ресурсов, тем меньше территориальных конфликтов мы будем терпеть. Меня всегда удивляет, как мало из нас может принять эту простую концепцию. Комиссар Киран Банерджи. Протекторат. Гостевая лекция на конференции в ней ископаемого топлива. Электростатическая тяга, в которой электрическое поле прикладывается к ионам внутри ракетного топлива, в желаемом направлении ускорения, не является чем-то новым. У нас уже есть зонды, которые ионизируют газ, ксенон, чтобы создать органическую тягу. Это возможно только в космическом вакууме, поскольку такие методы движения не могут преодолеть ни сопротивление воздуха, ни гравитационное притяжение. Однако, хотя порох выбрасывается примерно в 20 раз быстрее, чем из классического химического двигателя, Чистая электрическая мощность, необходимая для его поддержания, в настоящее время делает его невозможным для более крупных кораблей, не говоря уже о взлете или посадке. Однако, поскольку новые технологии обеспечивают более высокий уровень бортовой электроэнергии, электрическая силовая установка может стать более реальной. Такие двигатели, как решетчатые ионные двигатели, двигатели на эффекте холла и высокоэффективные многоступенчатые плазменные двигатели, предлагают большой потенциал для более длительных и перспективных миссий. Большой или больше здесь, я не уверен. Благодаря успешным экспериментам с массивом инертных газов и жидких металлов в качестве топлива, наши исследователи смогли создать умеренную электростатическую тягу, которая поддерживается гораздо дольше, чем любой известный химический метод. И используют гораздо меньше топлива. Основываясь на этих принципах, они считают, что мы можем не только создавать более быстрые корабли, но потенциально также разрушительное энергетическое оружие и даже изобретать методы сдерживания иностабильной смертоносной плазмы. Открытие следования. Так, теперь можно исследовать про следующие технологии. Электростатическая тяга, пучковое орудие. Ионный пылевой радиатор. Так, пучковое орудие, которое ведет... К удержанию нейтрония... Это мы уже исследуем. Мы можем сейчас взять либо пучковое орудие, либо ядерный синтез в космосе. Массовое производство антиматерии и удержание нейтрония. До антиматерии нам еще очень далеко. Электронные лучевые батареи, электронное копье, коллайдер частиц, мионный шип. Электротермический двигатель, электромагнитный двигатель. Совершенствованная химическая ракетная установка. Давайте ее откроем. Полезная технология, которая дает доступ к проектам, которые ускоряют нашу скорость полета. И сокращают количество необходимого ускорения, насколько я помню. Давайте сосредоточимся на ней. Доступен специальный проект «Гражданские фотонные вычисления». Национальное инвестирование. Инвестиционные очки, которые мы направляем на приоритет экономика, увеличиваются на 5%. Увеличивает наши возможности управления контрольными точками на 10%. Слуги прямо конкретно на этой технологии сосредоточились. Отчеты раздела операций. Исследование действия пришельцев. Мы получили небольшой бонус к нашим будущим исследованиям. Неустойчивое поведение лидера. Мы получаем отчеты, описывающие внезапные изменения в поведении некоторых лидеров в Таиланде. Что, по нашему мнению, может указывать на попытку инопланетян захватить контрольную точку для слуги? Не уверен, что мы успеем. 153, 155. Будем надеяться. Так. Увеличение есть. Дипломаты. Ты можешь вербовать, так что тебе нужно продвигать убеждения. Ученый. Тебе нужно больше администрирования. Прияние, деньги. Прияние. Прияние правительства. Привязанные к земле. Брать привязанные к земле. Окей. Знаток улиц. Выживший. Администрирование возьмем. И Мариус Авиэйшн. Исследование, наука, фонды, развитие космонавтики, космодромы, управление полетами, изучение энергетики. Хорошо. Больше нам пока ничего не доступно. Так. Увербовать. 5%. Окей. Не будем тратить на это время. Тогда. Исследуй здесь. Исследуй Бангкок. Исследуй неизвестного советника. Опять же, у нас недостаточно для атаки. У нас их уменьшилось. На что мы потратили? Канаду и Казахстан надо защитить. Надо подтвердить. Опять про тебя уже все знают. О, мы вышли на первое место. Отлично. Защищать интересы. Миссия завершена. До 16 сентября. Давайте еще раз. Миссия завершена в Бразилии. Пока не распространяется. О, мы здесь сразу две миссии провозили. Ну, ничего страшного. Бывает, конечно, нехорошо, но бывает. Ученые всего мира получили полное представление о усовершенствованной химической ракетной установке. Противление влезла наибольший вклад. В каждом из нас тлеют угли. Благодаря медитации, молитве и объединению эти тусклые искры расцветут в неревущее пламя, которым они должны быть ли быть. Высшая Джудит Хауэлл. Слуги. Введение в модуль 2 глава 1 курса усовершенствования Гарим Ярча. С середины 20 века и вплоть до сегодняшнего дня ракетная техника основывалась на старомодном химическом сжигании. Топливо и окислитель смешиваются и воспламеняются в камере сгорания, создавая топливо, которое затем выбрасывается для создания тяги. Проверенный и испытанный метод, который остается таким же фундаментальным и сейчас, как и десятилетия назад. Однако мы можем улучшить наши существующие конструкции, чтобы они стали намного экономичнее и безопаснее. Используя более легкие материалы и очищая топливо, чтобы сделать его более стабильным. Этот классический метод движения может переносить нас на большие расстояния с меньшими затратами. На большие расстояния с меньшими затратами. Теперь доступны для исследования продвинутые доктрины ракетной войны. Может открыть доступ к многоразовым ракетам, межпланетным химическим ракетам, сверхтяжелым химическим ракетам, космическим буксирам и зондам высокой мощности. Хорошо. Так, электротермический двигатель. Ампулитрон. Привод ЕБИМ. Вольфрамовый резистойжет. Солнечные пароходы. Электромагнитный. Электромагнитная катампульта. Импульсный плазмоидный привод. Вазимир. Привод плазменной волны. Система деления расплавленного ядра. Реактор деления расплавленного ядра. Электротермический. Нет. Электростатическая тяга. Коллоидный привод. Ионный привод. Продолжение следует. Импульсный плазмоидный двигатель. Тяга 2200 ньютонов. Боевое усиление 1х. Скорость выхлопа 425. Это фигня. Магплазменный электромагнитно-волновой привод. 1200 ньютонов. Боевое усиление 10х. Скорость выхлопа 78. С учетом перевода я не помню, какие двигатели мне нужно будет исследовать. Если не забуду, то в следующей серии я покажу вообще в принципе какие двигатели есть. Сколько их всего. И тогда станет понятно, что выбирать их надо. Исследовать все подряд не стоит. На это не хватит никакого времени. Привод Лоренса. Вот это кстати неплохо. 20000 ньютонов тяга. Боевое усиление усилие 20х. Скорость выхлопа 110 км в секунду. Привод Лоренса. Привод Геликона. 20314. Тоже хорошо. На этом этапе игры, естественно. Двигатель Орион. Привод использует открытый цикл охлаждения. Для безопасной работы. Я как раз пытался вспомнить. По-моему, Орион это... Они говорили, что это безумие. Но мечта о взрыве ядерных бомб, чтобы толкать корабль через космос, может быть реализована. Это принцип использующий... А вернее, двигатель использующий принцип ядерных взрывов. То есть мы сбрасываем ядерную бомбу позади себя. И за счет этого корабль наш передвигается. Тяга 16 миллионов ньютонов. Скорость выхлопа 42,1 километра в секунду. То есть выхлоп небольшой, но зато тяга огромная. Подожди, а это я смотрел электромагнитный, а не электростатический. Электротермический, электромагнитный. А где электростатический? Магнитный, термический. Электростатическая тяга. Голлоидный привод. 8 тысяч ньютонов, 43 километра в секунду. Ионный привод 3300 ньютонов, 78,4 километра в секунду. Белогородные газы. Попелленд. Волатильные вещества. Знаете, ядерный синдез, на чем исследовать. Двигатели нам понадобятся, когда мы сможем себе позволить космические корабли. Учитывая, что у нас пока нету производства, то в этом нет никакого смысла. На данном этапе. Доступен специальный проект. Ядерные грузовые корабли. Ядерные перевозчики ускоряют доставку хабов на 18%. Уменьшает использование ускорения для отправки материалов с земли за пределы низкой околоземной орбиты. Нам нужно изменить проект. Потому что это позволит нам сократить расходы на строительство шахты на Луне. То есть сейчас она 56,8. После этого там не указано на сколько процентов, но снизятся эти расходы. Так, пулсовал. Инициатива в качестве политики. Инициативу мы подписали не на падение. Новый доступный проект. Жидкостная ракета NOVA. Национальные инвестиционные очки, которые мы направляем на приоритет космодрома, увеличиваются на 10%. Уменьшает использование ускорения для отправки материала с земли за пределы низкой околоземной орбиты. И открывает жидкостную ракетную установку NOVA. Так, это нам нужно. Так что ждем, когда освободится следующая ячейка. Хорошо. Ну вот за счет этих скидок мы будем все быстрее завоевывать в космос. Сообщение о похищениях инопланетянами в регионе Рес-Сифи, Бразилия. Нужно больше операций. Исследование завершено. Получим бонус к нашим исследованиям в области ксенологии. Цель выполнена. Мы выполнили цель расследовать возвращенных похищенных. Я как раз хотел перепроверить. Думаю, что нам нужно делать. Вроде как раз это и нужно, а мы все их исследуем и не выполняем. У нас есть новости. Это не хорошие новости. Две недели назад сын высокопоставленного дипломата в одном из регионов, на которые мы нацелены, исчез после того, как поздно ночью ушел с вечеринки на отдаленной ферме. Он снова появился через 36 часов, не предложив никакого объяснения своему отсутствию. Его мать, конечно, была вне себя от радости по поводу возвращения сына. Но была удивлена, когда он начал проявлять внезапный и нехарактерный для нее интерес к ее политическим связям. Одна из наших выездных групп получила сообщение и поставила подростка под круглосуточное наблюдение. Несколько дней назад наша команда проследила за подростком до заброшенного промышленного парка, где они наблюдали, как он устанавливал небольшой пакет в тайнике. Наша команда приехала, конфисковала пакет и задержала подростка. При вскрытии пакета мы обнаружили досье с информацией о различных местных политических деятелях, национального и международного значения. Подросток никак не объяснил свое поведение. Похоже, это не единичный случай. Несколько других наших полевых групп сообщили о том, что похищенные вели себя столь же подозрительно. Опять же, без видимых объяснений. Хотя опасно делать поспешные выводы, наша рабочая теория состоит в том, что инопланетяне каким-то образом оказывают влияние на людей, с которыми вступают в контакт. И используют этих рабов для сбора информации о человеческих институтах и силовых структурах с целью установления контроля. Если это правда, инопланетяне не только тайно действуют против нас, но, возможно, уже глубоко внутри нашего общества. Нам нужно знать больше и быстро. Мы получили десятки подобных сообщений о странном поведении вернувшихся похищенных. Еще большее беспокойство вызывают ранние признаки изменений в государственной политике, в странах с высоким уровнем похищения людей. Мы рекомендуем немедленный анализ. Исследуйте проект инопланетной операции, когда он станет доступен. Хорошо. Мы продвигаемся по нашей основной цепочке событий. Так. О, шпион есть повышение. Шпионских кампаний первого уровня у нас нет. Давай вкладываться в твое расследование. Или в шпионаж. Нет, давай в расследование сначала. Все. Да. Так. Защитить Канаду. Ты можешь, наконец, атаковать Бразилию. Вот. Ты у нас в Египте. Саботаж. Саботаж. Давайте мы своих людей проверим. Так, ты исследуй Ресифи. Бренда. Нет, стоп. Бренда будет исследовать Ресифи, а ты будешь исследовать Бренду. Нет, Диту. Подтвердить. Запустить. Защищать интерес до 30 апреля 2025 года. Вот это уже лучше. Дальше надо будет Казахстан защитить. Операция «Изучить советника успех» Ярослав Семенов-16. Хорошо. Диток Шем-14. Хорошо. Можно было бы, конечно, и побольше, но пока есть. Россия под управлением инициативой объявила войну Молдова. Зачем? Потому что тут сидит протекторат. Операция «Штурм инопланетного объекта. Критический успех». Мы считаем, что уничтожили инвазивную флору и фауну. Очень хорошо. Это действительно хорошо. Исследовать действия пришельцев завершено. Здесь надо будет проводить перепроверку. 460. Так. Ярослав, ты вдохновляй Диту, у которой 14 лояльность. Дизир, ты пока атаковать не можешь. Проведи проверку тогда здесь. Так. Дита. Изучай Дизира. Бренда. Нет, Дита, изучи Бренду. Бренда. Изучи. Нет, стоп. Ты не можешь изучать. Ты можешь провести разведку. Здесь проведем разведку. Так, ты. Изучи Дизира. А, не ту кнопку нажал. Повышений нет, компаний нет. Оттвердить. Поехали. Водушевить провал. Провал это плохо. Бразилия. Отлично. Наконец-таки мы здесь избавились от всех этих инопланетных вторжений. Новый доступный проект. Реактор деления с твердым сердечником. О. Новый доступный проект. Операции пришельцев. Выполняет цель исследовать операции пришельцев. Позволяет обнаруживать все инопланетные операции. Мы обновляем нашу оценку разведданных о том, как пришельцы относятся к нашей фракции. В завершение откроет доступ к следующим технологиям и проектам для исследования. Публичное распространение угрозы со стороны пришельцев. Глобальная сеть прослушивания. Избранная. Так. Здесь. Я вроде тоже не вижу действий пришельцев. Очень хорошо. Боже, мы все-таки смогли от них избавиться. Будем надеяться. Нужно еще Америку перепроверить. И Россию. Операция изучить советника. Провал. Восемьдесят девять. Ролл девяносто три. Повторить. Изучить советника успех. Четырнадцать. Хорошо. Доступен специальный проект. Многоразовые ракеты. Национальные инвестиционные очки, которые мы направляем на приоритет космодрома, увеличивается на 20%. И откроет доступ к технологиям или проектам по исследованиям для исследования компаний по производству коммерческих ракет. 20%. Это очень хороший бонус. Доступен специальный проект. Сверхтяжелые химические ракеты. Национальные инвестиционные очки, которые мы направляем на приоритет космодрома, увеличивается на 10%. И доступ к сверхтяжелой ракете Диана. Замечательно. Похищение в Бразилии. Доступен специальный проект. Ракетные буксиры. Так, космический буксир. Ракетные буксиры ускоряют доставку хабов на 11%. Вот они пошли. Проекты, которые нам помогут космос осваивать быстрее. Так, новый проект. Ионный полевой радиатор. Ок. Неустойчивое поведение лидера в Лаосе. Хм. Так, кто у нас может этих советников проверять? Ты. Изучи. Изучи. Здесь. Ты не можешь. Ты можешь. Но ты изучаешь. Наши. Ок. Бренда. Изучи. Бразилия. Дезир. Изучи. Лаос. Повышение. Пилопс. Групп. Плюс 5 администрированию. Но сама она стоит 2. И минус 20 денег. Плюс 2 процента к экономике. Если мы его дадим командосу, мы сможем дать ему 7 группу специального назначения. Дальше. Ок. Подтвердить. Тут постепенно мы движемся. Воодушевить успех. Повторить. Интересно. Я не помню, мы можем уже находить инопланетян или нет пришельцев. Изучить советника критический успех. Протекторат. Повторить. Продолжить. У, таймер забыл. Операция изучить. Дезир фактически показатель лояльности на уровне 23. Огонь. Закрыть. Давайте на этом мы на сегодня прервемся. Продолжение в следующий раз. Продолжение следует.